Вот он тот самый ожидаемый момент, вот тот самый сюрприз МСДОНИ в студии телерадиоканала Страна ФМ. Доброе утро! Доброе утро! Дождались, наконец-то мы тебя! Да, да, спасибо. Кто там тебя, значит, кто препятствовал тебе? Пробки московские, что ли? Конечно. Как это всем. Пожалуемся Колесникову сразу, чтобы он вышел и прям разогнал. Слушай, мы хотим тебе сказать, что выглядишь как вот, как прям вот... Я только проснулся. Не-не-не, как из яхты прям вот. Да-да-да, вот ты яхту с тобой не принес? Или самолет, знаешь, с ЮГО в откуда прилетел. Знаете, по поводу ЮГО, ты же в апреле в отпуске был, у тебя прям там вот... Нет, у нас не отпуск, не совсем. Мы майские праздники были в Турции. У нас каждый год мы туда летаем, всей командой. И там у нас концерты, выступления. Тимбилдинг у вас там? Ну, типа да. Слушай, а просто интересно, да, вот Blackstar тимбилдинг, чему вас там учит? Вот этот взгляд, вот этот вот так вот, да, делать? Да нет, походу Blackstar уже попадает с таким взглядом. Но это вот специально, чтобы нас не смущать, им седонись... Слушай, почему мы спрашиваем? Потому что обычно у артистов, ну, как правило, да, это же не секрет, многие едут отдохнуть куда-то, да, но там Тайб, Бали, что-то еще, и заодно снимают клипы там, потому что, ну, как бы локации есть, да, вот там, пожалуйста. На самом деле у меня никогда не было такого, что поехал куда-то отдыхать и снял клип. То есть у меня никогда такого не было. То есть каждый клип, это у нас обязательно мы это все придумаем, мы выбираем страну, выбираем, то есть город, и теленаправленно уже едем в этот город. У меня не было никогда пока что на опыте, что мы куда-то поехали и отдыхали, и сняли клип. То есть такого не было. Ну и правильно, потому что нужно разделять. Отдых — это отдых, это работа — это работа. Да. Вот, все совершенно верно. То есть это отдельная история? Конечно. Вдруг догадался, я внезапно просто подумал, в чем-то потом понял. То есть я понимаю, что у нас времени на самом деле не так много, но тем не менее, друзья, если вы хотите что-то сказать МСИ Доне или что-то у него спросить, то 8909-928-189-9, ватсап, вайбер, самостоятельно. Да, плюс ко всему мы хотим сказать, что сегодня у нас запланированная, она обязательно состоится, премьера песни МСИ Доне, которая называется «Осколки». Да. Слушай, ну там вот сказано, вот, так сказать, коннотация к этой песне, что это новый этап твоего творчества. То есть если до этого ты пел такие более легкие песни, то сейчас ты переходишь на нечто серьезное. Ну, веселенький, прикольный, стюмые были, да? Нет, ну, все время я как бы исполнял, меня многие знают как клубного человека, который поет веселые песни, то есть танцы, девчонки, клубы, софиты, все дела. И столько лет все меня пытают как-то вывести на чистую воду, спрашивают, есть ли у меня какая-то вторая половина. Ну, в общем, вот про семейную жизнь, про какие-то отношения рассказывают. То есть если я бы рассказывал бы каждому, не знаю, или на каждой радиостанции, или на каждом интервью, это было бы неинтересно. Я просто это все взял, свою жизнь, свои частички какие-то, свои моменты, и решил поделиться, как это все выглядело. То есть это автобиографичная песня? Ну, скажу так, что есть моменты, это же не с пустой этой песни, я не с воздуха взял эту песню. Ну, то есть, говоря проще, ты об этом говорить как-то не очень хочешь, но вдруг, если кто-то хочет узнать о тебе, о твоей личной жизни, послушайте песню, и там все будет понятно. В последнее время очень, мне задают часто такие вопросы, есть ли у тебя семья, есть ли там то, есть ли там девушка, есть ли какие-то у тебя отношения, если нет. Ну, я не стал всем по отдельности рассказывать, и вот решил на этот раз поделиться в этом треке именно немножко своим личным, чтобы, может быть, кто-то поймет, и эти вопросы немножко отойдут на второй план. Ой, друзья, ребята, товарищи, люди, все, кто нас смотрит и слушает, я хотела сказать, что у нас же сегодня сюрприз в сюрпризе. Да, я тоже хотел сказать. А вот песня, о которой мы сейчас говорим, которая с такой вот богатой предысторией, она же будет исполнена вживую в этой самой студии телерадиоканалов. Да, это будет абсолютно эксклюзив. Друзья, все это скоро, после небольшого перерыва. Пока будьте здесь, пожалуйста, присылайте свои вопросы МС Донни, обязательно на них ответить с большим удовольствием. Мы к вам вернемся буквально через 2-3 минуточки. Еще раз всем доброго утра. Тут прямо, знаете, аж руки дрожат. Такое чувство, как будто я сейчас буду что-то живьем исполнять в прямом эфире, а у нас в студии МС Донни. И мы уже начали, знаете, так подходить постепенно к этой песне, осколке, такое у нее драматическое название. Хочется знать, как она рождалась. С чего все началось? Сделать красивую песню, связанную с моей жизнью. То есть есть. Это сделать на самом деле легко. Я имею в виду, просто нужно кому-то донести свои мысли. Вот у нас есть хорошие друзья из Украины. Мы с ними связались. Я рассказал про свою идею, про свои, то есть, как я этот трек вижу. И сказали, давай мы попробуем. То есть они сделали бит, спели мелодию. Вот. И все, мне вкатило прям. Прямо сразу? С первого раза, да. То есть ничего не поменял, даже ни ноточки? Нет, 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 ни ноточки не поменял. Сделали куплетную часть, здесь уже в Москве прописали. И все свели, и выпустили. И это, то есть, ну это было так, все так легко пошло, знаешь, не начали чем-то заморачиваться, или что-то там копаться где-то. Это все так, ну это круто, когда идет так легко, и просто, это, это и есть хорошо. Чем сидишь там сутками, там надумаешь. Поэтому все такие песни рождаются, они как по опыту, это очень быстро, спонтанно может рождаются. Но не скажу, что это было спонтанно, но все-таки это было, так пошло легко. Это просто от души. Да, и пошло и по тексту так быстро, мы записали, сели с ребятами, у нас буквально за ночь это все мы написали. Но были какие-то корректировки уже по музыке, немножко где-то там, что-то добавили, какие-то инструменты. Ну это мелочешки, это тоже технический момент. Слушай, мы так элегантно сейчас подошли как раз к премьере песни, которая прозвучит живем. Готов ли ты ее? Да, готов ты. Давайте, друзья, прямо сейчас включайте, пожалуйста, делайте громче, ярче свои экраны у нас в студии MC Donny и песни «Осколки». Премьера песни, между прочим. Поехали? Готовься. Давайте слушаем. Эй. Я закрываю на весь мир глаза, Ищу тебя, но не вижу света. Ты затерялась глубоко на дне, На дне души я без ответа. Куда же делим мы с тобой те дни, Когда любовь всю мы так хранили? Ну а теперь только на фото мы Ищем друг друга под слоем пыли. Стираю память, По телу дрожь, И твое имя, Как в сердце нож, Разбили чувства, Мы с высоты, Но где же ты? Осколки на дне, Осколки на дне, Обрывки страшны, Душу садьбей, Останься по ночнах, Вокруг тишина, Любовь метрами, Останови, Останови, Осколки на дне, Останься по ночнах, Останься по ночнах, Останяем всю боль в прошлом, Разбитый на осколки тяжело, Склеить разбитые сердца, Пополам вели, Так режет память, По телу дрожь, И твое имя, Как в сердце нож, разбили чувства Мы с высоты, но где же ты? Осколки на дне, обрывки и страх Не в душу с тобой, остаться во снах Вокруг тишина, любовь не троги Останови, останови Осколки на дне, обрывки и страх Не в душу с тобой, остаться во снах Вокруг тишина, любовь не троги Останови, останови Тернах Доброе утро, сторона ФМ Друзья, MC Доню у нас газ, всем хорошим на сегодня Это мой новый трек «Осколки» Это было грандиотно Слушай, ну ладно, тот редкий случай Я даже знал, единственный случай, когда мы умудрились танцевать даже сидя Да, да Зажгло, завело нас Слушай, ну хорошо, как Вот оно вроде как, вот понимаешь, а такой, немножко печальный тема, с другой стороны, такой, видишь, прям Ну да, да Валерий, это называется «качает» Качает, да Ну ладно То есть «качает» всё хорошо и замечательно Давай, прервёмся, я немножко к тебе приду, а ты меня прям качает, я же вот прям Я так впечатлилась, я забыла же сказать вот эту легендарную, вот эту вот свою легендарную фразу Что если вам понравилась эта песня, я уверена, что она вам понравилась Теперь вы можете заказывать её в программе по заявкам с 13 до 14 и с 20 до 21.00 на телерадиоканале «Страна ФМ» А где ещё можно её выкачать-то, послушать? Да везде Везде, iTunes, Apple Music, вообще на всех площадках, где можно качать музыку Абсолютно, да Слушай, скажи нам, пожалуйста, мы же всё-таки телерадиоканал Поэтому нам интересна не только песня, но и клип на неё Да Можем ли мы сейчас уже об этом говорить и как тебя заранее пригласить? Я думаю, что, дай бог, мы уже почти приступили к съёмкам Приступаем, вот я думаю, что на следующей неделе у нас начнётся съёмка В Москве? Концепция уже готова, всё, да, всё понимаете, что будет? Да, концепция уже, у нас сценарии, полностью локации, то есть всё у нас готово Вот, и думаю, на следующей неделе, если всё пойдёт по плану, если ничего не изменится Я надеюсь, что ничего не изменится Ну, погода будет хорошая точно, как нам обещают фронтиноптики Ну, ладно, ничего Погода, она как раз, если она будет немножко дождливая, мрачная Но я думаю, что это плюс будет немножко к песне Она немножко такая, вот Поэтому, да, я думаю, что в начале июня я вас порадую и клипом также А, ну, то есть буквально уже меньше, чем через месяц получается, да? Ты сам, главное, с собой порадуй, ты прям с клипом приходи Да, конечно, обязательно А знаешь, ещё какой-нибудь вопрос? Мне понравилось, вот как ты вот это вот раскачиваешь Концерты у тебя когда где-нибудь? Где можно услышать тебя? Может быть, на какой-то площадке? Ну, у нас сейчас впереди в Москве по пару больших площадок Может быть, какие-то там летние площадки будут Пока ведутся переговоры Но вот так у нас каждую неделю концерты только в других городах Слушай, я вот, насколько я помню, у твоего друга Миши Марвина, да? С которым у тебя дуэт, завтра концерт Ты там будешь? Ты там засветишь? Конечно, пусть завтра, по-моему, да? Сегодня 16-е Сегодня не 17-е 17-е, извини, да, завтра, по-моему, концерт у моего друга Миши Марвина К сожалению, что я завтра улетаю У меня неотложный концерт Потому что мы уже переносили этот концерт Я думаю, что второго раза уже люди не поймут Поэтому так получилось, что я бы хотел с удовольствием попасть Но я уже позвонил Мише и извинился перед ним Я думаю, что... Я во время концерта еще позвоню и по телефону извинюсь перед теми слушателями Перед теми его фанатами, что... Слушай, а еще можно вообще прямую трансляцию организовать? Вот так вот удаленно Ты там поешь, а он тут и все, и нормально Вот высокие технологии, они идут вперед Слушай, у нас 40 секунд остались всего нам Всего быстро хотел спросить один вопрос Меня интересует, когда ты выпускал эту песню «Осколки» Ты думал о том, как публика вас примет? Потому что все-таки они привыкли вот к тем сжигательным таким, ну, прикольным, да? Честно, я удивлен Я просто удивлен Как люди отреагировали на эту песню То есть она зашла, прям попала? Я не знаю, вот честно И вот я просто поделился именно своим личным Я не знаю, как кто отреагирует Я думаю, кто-то негативно, кто-то, скажем так, позитивно Но я скажу, что 99,9% оценили этот трек прям на круто И, кстати говоря, мы с Валерией вычисли на 100% абсолютно М. Седой, они были у нас в гостях Спасибо тебе большое Приходи, пожалуйста, ждем с новым клипом на песню «Осколки» Спасибо большое До новых встреч Спасибо, пока